Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор баллонских удилищ от компании Maximus, Sorcerer называется. Баллоночки выпускаются в длинах 4, 5, 6 метров. Ну, это, в общем-то, баллонки, хотя написано, что это телематч, видимо, из небольшой транспортной длины. Они так пишут. Значит, по углю. Производитель АМФ пишет уголёчек, но это так пишут, обычно у которого 24 угла. То есть, самый низкий уровень карбона, это 24 тонны. Поэтому, скажем так, со всеми вытекающими плюсами, это мощность, надёжность, как и маховая серия Sorcerer, точность такая же. Просто это те же бланки, я так понимаю, только окольцованные. Второй плюс, это достаточно хорошее качество, потому что написано на бланке «Дизайн Корея». Но я не смотрю на то, что написано, просто лишний раз вам упомянуть. И это действительно так. То есть, тот, кто знает завод «НС Корея», это, в общем-то, фактическая продукция того завода. Да, только, видимо, ну, из выполненной в Китае. Значит, два разгрузочных кольца на хлыстики. И дальше уже, скажем так, колечки со вставками СИК, карбита кремния, с средним выносом. То есть, это удилища универсальные. То есть, это плюс тот, что при применении тонких лесок в мокрую погоду, влажную, дождь, туман, сырость и так далее, у вас леска не будет прилипать к бланку. Именно тонкие лески. Как бы, с другой стороны, для чего на таких мощных удилищах ставить там 0,12-ю основу, ну, я не понимаю. Но, тем не менее, вот то, что имеем, то и имеем. Колечки действительно надежные, ничего плохого сказать о них не могу. Из минусов, как вы видите, палочки не снабжены внутренней неопреновой вставкой. Поэтому кольца, как вы видите, лежат друг на друге. Видите, вот так вот они убираются, вот так вот они друг от друга падают. Поэтому, скажем так, использование вот такого пластикового жесткого чехла необходимых чехольчик тоже завода НС. То есть, это корейская разработка чехла, в общем-то, наверное, 20-летней давности. Но она надежная, действительно, бронебойная, на ней хоть машина на нее наедет, ничего с ней не будет стать этим чехлом. Значит, катушка-держатель. Здесь написано, с первого взгляда может показаться, что это фуджи, но это не фуджи, это фуди. Вот, ну вот такой катушкодержатель. Ну, за счет того, что это название фуди, в общем-то, хуже от этого не становится. Фуди и фуди. Вот, а плюс тот, что сюда, в общем-то, встает катушечка до 4000 размера. И то некоторые катушки 4000 могут не встать. Лапочку надо мерить. Поэтому, прежде чем покупаете, все-таки спросите у менеджера, подойдет, чтобы он померил, да, подойдет ли данная катушка на это удилище. Но 3000 можно смело брать, и 3500 все замечательно подходит. При случае поломки, имейте в виду, что здесь заменяются первое, второе, третье колено. Дальше просто нет смысла менять. Можно сделать только ремонт. Почему? Потому что, чтобы просунуть внутрь телескопически другие колена, нужно снимать все кольца. Если вы покупаете удилище у нас, не забывайте, что две запчасти в год вы получаете бесплатно в период действия акции. И получаете бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы удилища. Для этого нужно купить удилище у нас и обязательно нажать большой пальчик вверх под видео и нажать кнопочку подписаться. Помимо этого, подписаться на две соцсети, телеграм и вконтакте. На этом пока все. Давайте разложим и посмотрим, стоя этих удилищ. Итак, друзья, разложили. Значит, сразу по фактической длине. Всех интересует, это действительно важный вопрос. Значит, минус 4 сантиметра. Вот каждый. То есть, практически идеальная, в общем-то, фактическая длина заявленная. Значит, пятерочка у меня в руках. Смотрите, построю. Ну, среднего строя. Не могу сказать, что она прям плохая. Нет, абсолютно. Давайте нагружаем. Ну, видите, в принципе, я не сильно даже тяну. Но видите, как она вот работает всем бланком. То есть, сломать ее будет вам очень тяжело. Значит, шестерка. Тоже в руках, в общем-то, единственное, что немного меня напрягает, это толщина комля. Ну, я привык просто к удочкам больше, более тонким. А вот в плане строя, ну, да, средний. Видите, вот колбасит у нее, конечно, вверх за счет именно мягенькой серединки. Поэтому, скажем так, ну, строй средний. Давайте нагружаем. Двумя руками я опираюсь. Ну, в общем, как вы видите, действительно средний, средний строй. Итак, друзья, посмотрели строй, ну, такой вот, скажем так, средний, ближе к среднему, наверное. Достаточно медленный средний, медленно-средний, я бы так сказал, строй. Ну, как я сказал, что минус этих удилищ – это вес, минус удилищ – это комлистость. Ну, а плюс – это действительно хорошее качество исполнения и универсальность. Да, и теперь чуть-чуть по характеристикам. Это вес и транспортная длина. Транспортная длина 127 у пятерки и шестерки. У всех, в общем-то, у четерки тоже, хоть четерки здесь у нас нет сейчас. Вес 335 у пятерки, у шестерки 450 грамм. Комель 24 и 28, соответственно, у шестерки миллиметров. Это вот у меня здесь такая шпаргалочка. Комплектуется удилище вот таким чехлом. Хлопчатобумажным, полусинтетическим, и хлопок, и синтетика. Запахи он впитывает. Это самый недорогой чехол, но при этом достаточно качественно сшитый. Никакие нитки не торчат. И, в общем-то, как транспортировочный вариант прекрасно подходит. От меня к вам большая просьба. Нажмите вот такой пальчик под видео и нажмите кнопку подписаться. Не смотрите без подписочки и без такого лайка. Это большой подарок мне от вас. Спасибо вам большое и всего вам доброго.